Глава Карелии Александр Худиланин встретился с главой регионального союза Южной Финляндии Матти Виялайнином. Финская делегация прибыла в Карелию, чтобы обсудить вопросы приграничного сотрудничества. Одним из главных вопросов стала смена статуса пропускного пункта на границе всю Виаро. В правительстве Карелии уверены, что пункт пропуска должен стать международным. Экономические показатели говорят о том, что необходимо менять. Растет количество транспортных средств, растет пассажиропоток и грузопоток именно через этот пункт пропуска, если по всем остальным есть проблемы и снижение, то здесь именно растет. Финская сторона подтвердила, в 2016 году границу там пересекли 20 800 человек. Это новый рекорд. Немалые деньги были вложены Карелии в ремонт дороги со стороны России, и финская делегация уже успела ее оценить. Они приехали в Петрозаводск как раз по этой дороге. Финны со своей стороны готовы выделить 4 миллиона евро на реконструкцию дороги с другой стороны границы и на таможенную инфраструктуру. Мы активно работали над тем, чтобы на финской стороне положительно относились к смене статуса пропускного пункта на международный. И отдыхать не будем, пока этого статуса не будет. Проект по реконструкции пункта пропуска – один из тех, которые финны намерены провести через программу приграничного сотрудничества. Всего таких проектов будет 4. Отбор пройдет в феврале в Выборге. Программа приграничного сотрудничества действует уже третий год и будет продолжаться до 2020 года. Общий объем финансирования программы – 72 миллиона евро. Половину предоставляет Евросоюз. Вторую делят между собой Россия и Финляндия. Мати Виолайнен отметил, что санкции никак не сказались на отношениях Карелии и Финляндии. Мы очень рады быть здесь и видеть, что у вас тут настоящая зима. Что касается наших отношений, у нас всегда лето или, по крайней мере, весна. Мы высоко ценим это сотрудничество, особенно в этом году. В 2017-м мы празднуем столетие независимости. Говорили на встрече и о возможности аэропорта Петрозаводск принимать рейсы из Хельсинки. Сегодня аэропорт прошел реконструкцию, там есть граница и таможня. А значит, он способен принять любые суда. Александр Худиланин отметил, что разговор об авиасообщении с Финляндии уже был несколько лет назад. Но тогда у аэропорта не было сертификата безопасности. КОНЕЦ Продолжение следует...